Здравствуйте, я Анна Можаева и это новости столицы. Расположенные во дворе Нымерской гимназии открытый каток посетили за этот период времени, что и в прошлом году, куда больше людей. В этом году покататься на коньках сюда пришло более 18 тысяч человек. По словам старейшины Рена Ныме Греты Шелес, активные местные жители прекрасно знают, что каток работает в любую погоду, несмотря на теплую зиму, ведь под площадкой расположена система охлаждения, гарантирующая работу катка даже в условиях плюсовых температур. В ходе начинающихся в марте работ по реконструкции здания Таллинской гимназии арты по адресу Вильдетей 62, школьное здание будет полностью перестроено. Проект предусматривает создание наилучших возможностей для организации учебного процесса и применения современного подхода к обучению. Некоторые классы будут оборудованы раздвижными стенами, что позволит регулировать пространство. На виадуке Рок Кальмара будет установлена новейшая динамическая система освещения, цвета которой можно будет менять в соответствии с различными датами и событиями. В будущем подобную систему планируется установить в зоопарке и тоннеле Сурхалля. Таллинскую школу музыки и балета, которая будет являться одновременно и гимназией, и профессиональным училищем, будет создана при объединении Таллинской средней музыкальной школы, а также Таллинской музыкальной школы имени Георга Отца и Таллинской балетной школы. Учеников приглашают принять участие в викторине, посвященной Ивану Федоровичу Крызенштерну. Всемирный клуб петербургцев, администрация Санкт-Петербурга и Таллина в рамках международных торжественных мероприятий в честь 250-летия со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крызенштерна объявили международную литературно-историческую викторину. Она называется «Мир Крызенштерна». Мероприятие будет проводиться с 20 февраля по 21 сентября 2020 года. Вопросы викторины, а также всю необходимую информацию можно найти на сайте Всемирного клуба петербуржцев. Таллин заключил соглашение о развитии Горхола и создании в нем международного конференц-центра и концертного зала, а также обустройство прилегающей территории, где расположатся пассажирский порт, отель, бизнес-центр, рестораны, кафе и развлекательные учреждения. Я желаю вам только добрых вестей. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.